Всем привет, это транспортный блог. Я как-то очень люблю ругать людей в том, что они что-то предлагают, но при этом это не что-то конкретное. То, что можно вот прям вот высказать, чтобы было понятно. Помните, в июне 2017-го я делал транспортный блог, в котором рассказывал про проект Рязанского метро от одного бизнесмена. И тогда я говорю, что да у него в общем-то нет конкретики, как он будет строить это метро, за какой счет, почему оно должно быть бесплатным, да и вообще, скорее всего, он просто хочет землю под торговые центры. Но сегодня, 1 апреля 2020 года, один башкирский бизнесмен Ренат Мичурин таки предоставил администрации Рязани конкретный проект Рязанского метро. И это на самом деле очень даже хорошо. Предполагаются две линии. Первая линия должна соединить Московский и Дашково-Песочню, а вторая линия пройдет от Семчина в Горрошу. Пусковой участок будет связывать Дашково-Песочню с центром, и на нем будут такие станции, как улица Новоселов, Шереметьево, улица Советской Армии, Кольное, Театральная, Горьковская и Ленинская. Также старым участком будет достроено метро до железнодорожного вокзала Рязань-2. Общая стоимость проекта пускового участка метро оценивается примерно в 50 миллиардов долларов Зимбабве, что довольно-таки мало по сравнению с обычным проектом метро. Дело в том, что предполагается, что это будет первое инновационное метро в России. По нему будут ездить двухвагонные поезда без машинистов по французской технологии Валь, которые используются в таких городах, как Лиль, Рен с 70-х годов 20-го века. Поэтому после окончания эпидемии коронавируса в Рязань приедут французские инженеры, которые начнут налаживать эту самую систему автоматического введения поездов. Также планируется строить один тоннель, а не два. И в этом самом одном тоннеле укладывать сразу два пути, что также должно удешевить строительство. Тем не менее, надо понимать, что для того, чтобы построить метро в Рязани, нужны еще кое-какие изменения. Ренат Мичурин в сопроводительном письме к проекту Рязанского метро написал некоторые предложения по изменению маршрутной сети Рязани. Там, например, значатся довольно-таки хорошие меры, такие как отмены дублирующих маршруток. Пока что не сообщается, какие это маршрутки. Очень даже было бы интересно это все посмотреть. Но при этом из конкретных мер там есть, например, такие, как отмена троллейбусов 1,4, которые вообще-то вроде как соединяют московский район, которые вообще-то ходят по московскому району. И какое отношение они имеют к метро, которое пройдет из центра в песочню, совершенно непонятно. К тому же там заметили очень интересный пункт. Мичурин жалуется на то, что он отравился шаурмой, который он купил в ларьке на центральном рынке. И он просит администрацию Рязани закрыть этот ларек. Очень странный пункт, который вообще, как мне кажется, к Рязанскому метро относится очень так боком. Но тем не менее, раз человек хочет, да и к тому же, если он отравился, то это, конечно же, надо все-таки посмотреть. Хотя, по-моему, ларьков шаурмой на центральном рынке много. Но не буду говорить точно. Так или иначе, проект есть, и предполагается, что Рязанское метро будет строиться за счет государственно-частного партнерства. А потом будет передано на баланс МУП УРТ, который планируют консенсировать. И передать северо-восточной транспортной компании. Неизвестно, потянет ли МУП УРТ такое метро. Я боюсь, что оно не будет окупаться. Даже несмотря на то, что оно все-таки инновационное, вот это все дела. Там удешевление строительства, обслуживание. Но все равно надо понимать, что проблем будет много. Хотя, если действительно отменить несколько дублирующих маршруток и изменить транспортную сеть, и в Дашко-Песочне, и в центре, то вполне возможно, что метро начнет возить. Так что будем ждать вердикта администрации. Ну, а на этом пока что закончим.